МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Печки-буржуйки как непременный атрибут зимы в поселке Шахан. Жители более 100 многоэтажных домов до сих пор остаются без центрального отопления. Карагандинские школьники заразились желтухой в других регионах страны. Такое заключение сделали санитарные врачи. Акимобласти Ерлан Кушанов поручил держать на особом контроле ситуацию с гепатитом А. Ключи от нового автомобиля вручили жительнице Караганды. 50-летняя Райхан Сабитова стала обладательницей автомобиля в рамках акции «Семь новогодних чудес». В магазине бытовой техники «Эврика» прошел розыгрыш ценных призов. Обо всем более подробно. Более 100 многоэтажных домов в поселке Шахан до сих пор остаются без центрального отопления. В жуткий мороз жители вынуждены отапливать квартиры печками-буржуйками. А некоторые не могут себе позволить даже этого. За мерзающими сельчанами встретилась наша съемочная группа. На сегодняшний день в Шахане 118 многоэтажных домов. Лишь 20 из них имеют автономные системы отопления. Жители подавляющего большинства многоэтажек зимуют с печками в квартирах. Жильцы домов заявляют, надежда на центральное отопление иссякла уже давно. Сотрудники Акимата кормят людей обещаниями, но строительство котельных откладывается из-за отсутствия средств в бюджете. По словам жительницы поселка Натальи Пироговой, многих не покидает страх из-за трагедии прошлого года. Однако в суровые морозы без печи не обойтись. Страшно. Куда деваться? Куда деваться? Хоть так, а так, если не будет печек, чего мы будем? Я говорю, ну что? Не знаю. Вообще, что делать? Кто, у кого ля нету, я не знаю вообще, как люди такие морозы стоят. Не знаю, что будет дальше. Ну, вот. Когда ждем, вроде надеемся, вроде опять обещают. В доме Сулушаш Нукенова имеется печь-буржуйка, но пользоваться ею женщина не намерена. Единственный источник тепла в доме – обогреватель. Чтобы спастись от холода, Сулушаш не снимает теплой одежды даже по ночам. В прошлом году я тоже зимовала с обогревателем. Я никогда не топлю печь-буржуйку, потому что часто слышу истории о том, как люди отравились угарным газом в собственном доме. Страшно слышать такое, остается только молиться. Власти намеревались навести порядок в поселке еще в прошлом году, после того, как обрушился многоэтажный дом. Причиной обрушения стал взрыв котла. Страшная трагедия унесла жизни девяти человек. Жители поселка боятся, как бы это ни повторилось вновь. Ответ в Акимате на жалобы людей остается неизменным. Мы знаем, как это опасно, но стоит отметить, что мы проводим разъяснительные работы с целью предотвращения подобных случаев. Этой осенью сотрудники ДЧС обошли все дома, проинформировав жильцов о том, как стоит пользоваться газовым печным отоплением, как прочищать трубопроводы и так далее. Мы проводим собрания каждую неделю и объясняем народу, что толку от шума не будет. Предположительно, в 2019-2020 году все дома Шахана будут подключены к центральному отоплению. Стоит напомнить, что после обрушения дома в прошлом году в Акимате обещали исправить ситуацию до 1 октября. Однако пролетел целый год, а обещанных изменений люди не дождались. Остается лишь надеяться, что в 2019 году жители поселка Шахан смогут согреться в собственных квартирах. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Питание в точках общепита в других областях. Такова причина всплеска заболевания гепатита А среди школьников. Таковы предварительные результаты служебного расследования причин вспышки желтухи среди подростков. Эту тему обсудили на аппаратном совещании в областном Акимате. Начиная с 8 января в Карагандинской области зарегистрировано 36 случаев гепатита А. Болезнь выявили у 24 жителей области, 14 из которых дети. Причем все заболевшие – это дети без вакцинации. Самый массовый случай заражения желтухой произошел в Карагандинской школе номер 58. Вернувшийся после отдыха на каникулах ученик 7 класса заразил еще 8 детей. В Темиртаусской школе номер 5 заболело 3 ученика. Ситуацией всерьез озаботились областные власти. Руководитель департамента охраны общественного здоровья озвучил предварительные причины столь массового заболевания. При расследовании выявили, что регулярно дети находились в различных областях, городах и горных заведениях. Мы участвовали, ходили в торговые объекты и всегда соблюдали правила личных гены из-за этих случаев. Данная ситуация позволила санитарным врачам провести широкомасштабные проверки качества воды и продуктов питания, особенно в учебных и лечебных заведениях. Сегодня в департаменте ожидают разрешение прокуратуры на проверку овощей на городских рынках. Не меньшее внимание уделено и вакцинации. Вакцинация проводится. 177 человек активно вакцинированных. На сегодня долг Управления здравоохранения в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге в Вакцине. Вакцину нет нищих дней. После обеда должно дойти. Значит, необходимо из бюджета запланировать вакцины и обладать вакцинацию детей. По их показаниям, в предыдущих первых возрастах в прошлом году дефицит вакцины составил 60%. Со стороны Управления образования также назначены проверки. Дали указания всем учебным заведениям неплавные проверки провести. И еще раз на гигиенические условия обратить внимание. И то, что было предписано в этих школах, в которых произошли случаи 58-я, 5-я, 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 везде кабинетную систему отменены. Аким Карагандинской области Герлан Кушанов распорядился контролировать ситуацию. По словам врачей, пик заболевания гепатитом А уже прошел, однако советуют внимательно следить за здоровьем. И при первых же признаках немедленно обращаться за медицинской помощью. Карантин в школах Караганды и Тимиртау продлится еще несколько недель. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В январе прошлого года создана межведомственная рабочая группа по вопросам оказания государственных услуг при областном департаменте агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Главной целью деятельности группы является объединение усилий госорганов и представителей гражданского сектора для обеспечения контроля качества и доступности государственных услуг. Устранить физические барьеры во всех центрах, где обслуживается население и юридические лица. Такое задание дал председатель Республиканского агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олег Шпикбаев по итогам своего визита в Карагандинский регион. Как выяснилось, центры находятся в зданиях, принадлежащих комитету госимущества. И без его ведома вносить архитектурные изменения не представляется возможным. Несмотря на это, мы в течение 4 квартала после визита мы собственными силами барьеры во всех рекомендованных управлениях устранили. На сегодняшний день из 19 территориальных управлений, где происходит обслуживание предпринимателей и физических лиц, у нас 18 барьеры устранены собственными силами. Также из 4 таможенных постов в 2 безбарьерно, в 2 барьеры остаются и в одном территориальном управлении, это управление имени Казбик-Би. Не меньше вопросов у членов группы возникло и к работе Тимиртаусского РАКСа – регистрация актов гражданского состояния. Больше всего нарушений выявлено по услуге выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния. Речь идет о нарушении сроков. К дисциплинарной ответственности привлечен ряд чиновников. Докладчик пыталась оправдаться, что сроки срывают другие регионы страны. Однако это не является уважительной причиной, заявил заместитель руководителя департамента. Я должен еще раз обратить ваше внимание, регионы, что все ваши внутренние проблемы, недостатки в чем-то и так далее, это абсолютно услугополучателя не интересует. У него одно – чиновник, бюрократ не обращает на народ внимания, как попало обслуживает и так далее. И все это дает существенный удар по имиджу государственной службы в целом. Поэтому я еще раз говорю, все те доводы, которые вы приводите, нехватка специалистов и так далее, и так далее, абсолютно не волнует. Межведомственная рабочая группа по вопросам оказания государственных услуг при областном департаменте Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции была создана ровно год назад. Главной целью деятельности группы является объединение усилий госорганов и представителей гражданского сектора для обеспечения контроля качества и доступности госуслуг. Уникальностью данной рабочей группы является его состав, в который входят депутаты областного маслехата, представители гражданского общества. За плодотворную работу департаментам были вручены почетные грамоты. Одной из них удостоен директор телекомпании «Первый Карагандинский» Ержан Макатов. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, «Первый Карагандинский». К другим новостям. В Караганде проверили уровень знаний юных математиков. 15 января на базе 92-й гимназии прошла городская олимпиада в рамках педагогического социального проекта «Математика вокруг нас». В олимпиаде приняли участие 54 ученика. Проект «Математика вокруг нас» стартовал три года назад. Он нацелен на повышение эффективности преподавания математики в начальной школе и привитие ученикам любви к данному предмету. Среди многочисленных мероприятий, которые проводятся в рамках данного проекта, нельзя не отметить различные конкурсы и олимпиады. Одна из них состоялась 15 января при поддержке городского отдела образования. Заместитель директора 92-й гимназии уверена, подобные мероприятия способствуют развитию функциональной грамотности учеников начальных классов. Если раньше у нас акцент ставился в основном на качество знаний, на то, чтобы у ребенка были какие-то выявлены знания, умения, навыки по математике, то сейчас основной акцент ставится на развитие функциональной грамотности. Потому что вы сами знаете, что математика – это солиция наук. Нужно уметь не только выявить знания, но и применить их в жизни. Поэтому такой акцент ставится именно на предмет математики. Олимпиада под названием «Город головоломок» собрала учеников из пяти городских школ. Участникам олимпиады было предоставлено 80 минут на выполнение тестовых заданий. Олимпиада выявила сильнейших из числа 54 участников. В завершении призеры олимпиады, а также их научные руководители были награждены почетными грамотами от городского отдела образования. Токжи Анлянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Жительница Караганды стала обладательницей автомобиля в рамках акции «Семь новогодних чудес» от магазина бытовой техники «Эврика». 28 января состоялся розыгрыш ценных призов для участников праздничной акции, которая стартовала в ноябре прошлого года. Помимо автомобиля «Рено Капчур», магазин «Эврика» разыграл десятки ценных призов, таких как телевизоры, телефоны и прочую бытовую технику. Компания «Эврика» радует потребителей качественной бытовой техникой на протяжении 17 лет. За этот срок компания сумела войти в число лидеров отечественного рынка. На сегодняшний день торговая сеть включает в себя специализированные магазины в восьми городах Казахстана. Стоит отметить, что это первая крупная акция со дня открытия карагандинского филиала. «Это первая акция, которая проходит в нашем городе, в Караганде. Первый автомобиль, который разыгрывается сегодня. Но данные розыгрыши часто в нашей компании происходят. Часто разыгрываются автомобили. И это не первый приз, который достанется нашим жителям, нашим городом Караганды». «Райхан, я вас поздравляю. Вы стали обладательницей одного из семи автомобилей. Этот автомобиль вас. Поздравляю вас. Пожалуйста». Главный приз достался 50-летний Райхан Сабитовой. Совершив покупку в ноябре прошлого года, женщина и поверить не могла, что окажется обладательницей автомобиля. Жительница города рассказывает, это очень приятный и неожиданный подарок на 50-летие. «Теперь я буду с радостью, конечно, водить машину свою личную. Большое спасибо всем. Даже чудеса, оказывается, бывают. Не верю, до сих пор не верю. Вот стою. Большое спасибо. Всем-всем спасибо. Этим организаторам». Еще один счастливчик Талгат Алшимбае выиграл телевизор. Молодой человек отмечает, он неоднократно делал покупки в магазине «Эврика». В уже полюбившемся магазине его радует хорошее соотношение цены и качества, а также всегда приветливый персонал. «Мне сообщили, что совершив покупку на сумму более 50 тысяч тенге, я автоматически становлюсь участником акции. Я пришел сегодня и убедился в том, что розыгрыш проходит честно. Когда назвали мое имя, я очень обрадовался. Этот телевизор я подарю своим родителям». Ценные призы достались не только участникам акции, но и детям, которые продемонстрировали таланты в ходе веселых игр. В завершении акции каждому участнику вручили купон на скидку в 5 тысяч тенге на дальнейшее приобретение техники в магазине «Эврика». Руководство магазина заявляет, это не последняя праздничная акция. Впереди 8 марта, а это означает, что жители шахтерской столицы ждет уйма призов от торговой сети «Эврика». Товжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» одержал победу над литовским клубом «Стумбрас» со счетом 3-1. Товарищеский матч состоялся на учебно-тренировочных сборах в Турции. Стоит отметить, что соперник карагандинского «Шахтера» не из легких. В минувшем сезоне «Стумбрас» взял Кубок Литвы, а несколько дней назад в рамках предсезонного сбора сыграл в ничью с московским «Динамо» 0-0. Счет голом в матче на 21-й минуте открыли литовцы. Однако спустя 5 минут Айдос Татыбаев после передачи Уралхана Умертаева выправил положение. Через 4 минуты голкиперу «Стумбрасу» вновь пришлось вынимать мяч из сетки. Отличился уже сам Умертаев. В перерыве тренерский штаб «Горняков» провел 6 замен. В игру вступил новобранец карагандинской дружины Александр Володько, а место в воротах занял Игорь Шацкий. Спустя 3 минуты после начала второго тайма Геворг Наджарян, воспользовавшись передачей от Михаила Габышева, увеличил разрыв в счете. После в составе оранжево-черных в разное время было произведено еще несколько замен. Под занавес игры счет мог стать разгромным. Милан Стоянович пробился штрафного, но голкипер литовцев спас ворота. Итогом матча стала победа «Шахтера» 3-1. Игра с литовским коллективом фактически подвела черту под первым предсезонным сбором «Горняков» в Турции, который завершился 29 января. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саубонстар. Субтитры создавал DimaTorzok